Здравствуйте, это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. И сегодня мы продолжаем разговор на самую актуальную тему. У нас уже такая программа стала, ее можно даже переформатировать, назвать «Хроника коронавируса». Мы говорим о том, что не нужно паниковать, что нужно обладать информацией, знаниями, для того, чтобы максимально эффективно противостоять этой, я бы сказал, общемировой угрозе. И для того, чтобы эту информацию обладать, вот именно для этого мы здесь и работаем, именно для этого мы собрались сегодня здесь с экспертами. В студии у нас сегодня Вадим Борисович Рыбачук, председатель Тверской общественной палаты городской, и Оксана Толкаченко, заместитель декана экономического факультета, правильно я говорю? Директор института экономики. То есть все люди, с одной стороны, Вадим Борисович у нас еще и крупный бизнесмен, руководитель большого коллектива, а Оксана, можно сказать, больше, так сказать, ученый муж, а как ваша ученая женщина назвать. Ну ладно, если серьезно, то, конечно, человек, безусловно, разбирающийся в экономике, который сегодня нам расскажет о том, с какими угрозами столкнется наша экономика, и российская, и мировая, после эпидемии коронавируса. Сейчас многие говорят о том, что уже не так страшна, в принципе, уже понятно на примере Китая, примерно понятна тактика и то, как будет развиваться, примерно понятно, по каким пойдет путям развития этой инфекции, что, в принципе, ее возможно преодолеть. Но дальше возникает вопрос гораздо более серьезный. Дело в том, что вот эта пандемия, она наслоилась, наложилась на общую экономическую неблагополучную ситуацию. Это то, что мы знаем, происходит и на нефтяном рынке, вот этот конфликт, и усугубила экономическую болезнь, где она была. У нас, мы знаем, что российская экономика показывала очень такой робкий рост, если вообще он был. Ну и вот, в целом, экономический кризис. И поэтому вот хочется понять, что будет после вот этого, этой пандемии, чтобы мы максимально вышли, ну, с наименьшим ущербом для себя. И сейчас уже задумывались о тех последствиях и вариантах, где мы сможем показать рост. Потому что существует такая теория, что кто-то проигрывает, а где-то убывает, а где-то пребывает. И что даже на этой пандемии, на этой ситуации кто-то выиграет. И вот как эти механизмы действуют, об этом мы тоже поговорим в программе. Сейчас я приведу краткую хронику. Ну, во-первых, скажу, что это прямой эфир, телефон 300-190. Звоните, пожалуйста, делитесь своим видением этой ситуации. И я скажу, коротко скажу о хронике. Вот на сегодня программа у нас выходит 27 марта 2020 года. Сегодня в мире, вот по последним данным, такая вот психологически важная, к сожалению, был рубеж преодолен, более полумиллиона человек, точнее 537 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровело 123 тысячи смертей, больше 24 тысячи, 24 тысячи 110 человек на данный момент. В России подтверждено 1036 диагнозов, выздоровело 45 человек смертей, а официально зарегистрировано 3 в Российской Федерации. Ну и что касается Тверского региона, то у нас по-прежнему цифра стабильная. Уже несколько дней 3 человека у нас с подтвержденным диагнозом в Тверском регионе. Тут очень многое зависит от возраста пациентов. Если дети до 9 лет, у них прогноз максимально благополучный, ни один ребенок, к счастью, не скончался, то у людей 80+, там уже под 15% вероятность смерти, к сожалению, от возраста очень сильно зависит. Но мы сегодня говорим о том, каким будет мир и наша страна после коронавируса. Говорят о том, что сейчас происходит банкротство целых стран, громадных глобальных корпораций, изменение границ, перераспределение, изменение зарплат, доходов людей. И вот в связи с этим первый вопрос. Одна из версий, вообще, откуда взялся этот коронавирус, многие считают, мы сегодня говорим, коронавирус и экономика, что это сделано в том числе и как экономическая экспансия. Вот такие в том числе и существуют версии. Как вы их разделяете или нет? Может быть, что это кому-то выгодно, Вадим Борисович, ваше мнение? Коллеги, ну, кризис всегда кому-то выгоден. Даже банально сказать, например, то, что сегодня маски продают по 40 рублей, вместо того, чтобы продавать их по рубль 70. Значит, кто-то на этом зарабатывает. Может быть, не очень честно, а морально, но тем не менее. В большой экономике это еще жестче. Я, к сожалению, не знаю, какие страны уже объявили о банкротстве или о дефолтах. Но все это мы увидим в течение какого-то времени. Еще не вечером, как говорится. В течение года, потому что процесс-то, он не ограничивается таким коротким периодом. Он будет продолжаться достаточно долго. Если мы вспомним предыдущие ситуации, которые были помягче, скорее всего, то они шли годы. Ну, например, кризис 2014 года, 2008 года. Я не знаю, можно ли говорить о том, что мы к этому моменту, к моменту начала нового кризиса, вышли из кризиса 2014 года. На самом деле, все кризисы, которые были в нашей новейшей экономике российской, они все не заканчивались полноценно. То есть новый кризис, он наступал тогда, когда еще последствия предыдущего не были каким-либо образом реабилитированы. И вот эта ситуация, знаете, когда накладывается одно на другое, она с каждым разом все усугубляет больше и больше негативные последствия. И еще такой вот момент этих кризисных явлений, и почему они сегодня становятся более такими масштабными, более серьезными. Надо учитывать фактор глобализации мирового рынка. С каждым днем мировой рынок играет все больше и больше значения в плане развития экономики любой страны. И сегодня все чаще мы говорим не просто об экономике какого-то конкретного государства, все чаще мы обращаемся именно к мировой экономике, понимая, что это тот плацдарм, на котором сосредоточены силы, в первую очередь, мощнейших государств, мощнейших экономик. Ну и надо понимать, что на этом поле идет своя определенная игра. Вот сразу вопрос. Во-первых, я так понимаю, что это выгодно глобализации экономик, в первую очередь, самым сильным игрокам. Это же идет не сам по себе процесс, это все-таки, наверное, с их режиссурой. Но глобализация вообще как процесс задумывалась с такими идеальными, некими последствиями, что все из этого будут извлекать преимущества. То есть каждая экономика национальная будет определенные преимущества извлекать. Каким образом? То есть недостатки и слабые места, которые есть в национальной экономике, они будут компенсироваться за счет тех возможностей, которые дает именно мировое пространство. Но по факту это, конечно, так не происходит. И вот, Дмитрий, то, что вы сказали, что кому-то это выгодно, сегодня на мировом рынке нужно учитывать еще и таких значимых игроков, не только государства, а корпорации, то, о чем вы сказали. И сегодня отдельная корпорация зачастую становится более мощным, нежели чем отдельное государство. И ни для кого не секрет, что есть такие крупные компании мировые, которые уже имеют статус глобальных организаций, что по бюджету они превосходят даже отдельные бюджеты некоторых государств. Ну, конечно, не совсем больших, но все равно. Отсюда вопрос, я вернусь к своему вопросу. Как вы считаете, этот кризис, этот коронавирус, как оружие этого кризиса, он был спровоцирован кем-то, синтезирован искусственно, или это само собой произошло, просто совпали какие-то обстоятельства? Тут экономика просела, тут коронавирус подоспел. Как вы считаете? Ну, такая ситуация, она породила огромное количество прогнозов, которые с определенной долей вероятности мы можем рассматривать. То есть, любой прогноз, он 50 на 50, либо да, либо нет. Одна из таких вот идей, почему возник коронавирус, это как раз игра некоторых корпораций на мировом рынке, именно фарминдустрия. То есть, вот есть такая идея, что фармкомпании запустили этот вирус, то есть, искусственно его создали, напугали, скажем так, человечество, и на каком-то моменте, вот, может быть, в ближайшее время, предложат чудо-вакцину, которая у них уже была заранее, и таким образом заработаны бешеные деньги на мировом рынке. Но опять, насколько это реально, насколько это сказка, мы говорить не можем. А то, что получили экономические выгоды отдельные корпорации, даже, ну, может быть, не корпорации, но все-таки крупные международные организации в той же фарминдустрии. Вот посмотрите статистику. Ряд компаний, которые выпускают средства защиты, дезинфицирующие средства, за последние два месяца они просто колоссальные прибыли получили. Ну, это что-то нереальное, да, в плане процентного соотношения с даже полугодовой давностью. Но все равно, понятно, что фармкомпании – это какая-то 0, какая-то процентная часть рынка, но мы при этом понимаем, что все-таки рулят, конечно, другие компании. Тяжелые индустрии, это металлодобытчики, переработка металлов и так далее. Мы знаем, что в Китае, вот когда разразился этот кризис, резко стали падать акции этих компаний, многие стали продавать свои компании, стали передавать, и этим воспользуясь через какое-то время, с небольшой паузой, воспользуясь в том числе и сами китайцы, по дешевке стали скупать эти компании. То есть получается, что им это выгодно. Действительно, какая-то прослеживается, начинается связь, что вот китайцы, они, грубо говоря, вдруг, например, изобрели этот вирус или запустили там его, и тут у них упали акции, и они по дешевке скупили то, что стоит миллиарды. Давайте мы об этом порассуждаем буквально через минутку, а сейчас прервемся на очень короткую паузу, все самое интересное будет дальше. Итак, в эфире программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев, и мы сегодня с экспертами рассуждаем о том, делаем прогнозы, каким будет мир после эпидемии коронавируса. Ну, рано или поздно мы в это верим, это, конечно, произойдет, она закончится, пойдет на спад, но вот как быстро пойдут на спад, и пойдут ли на спад экономические последствия от этой эпидемии, большой вопрос. И перед перерывом мы заговорили о том, что возможно, что кому-то было и выгодно, кто-то получил выгоду от этой эпидемии. Ну, в частности, китайские компании после того, как вспыхнула в городе Ухань вот эта эпидемия, переросла в пандемию, они по дешевке скупили подешевевшие акции крупных американских, в том числе корпораций, компаний. Как вы считаете, могло это быть вот таким образом инспирировано? Конечно, я не сторонник конспирологических теорий или теории заговора. На мой взгляд, это была бы слишком жесткая ситуация, когда кто-то специально бы подкинул этот вирус и начал извлекать от этого дивиденды. Хотя, с другой стороны, как говорил наш известный Карл Маркс, нет таких преступлений, которые бы не совершил капиталист, если ему дадут тысячу процентов прибыли. Здесь ситуация намного больше. Наверное, все-таки мы до конца не поймем природу этой ситуации или поймем через какое-то время. И сейчас можно только рассуждать об экономических последствиях. И самое главное, смотреть, как из этих последствий или каким образом из этой ситуации выйти с минимальными проблемами. О чем, собственно, сейчас все и говорят, начиная от руководителя государства и заканчивая региональными правительствами, которые предлагают принимать различные мотивационные, стимулирующие или защищающие экономику законы и нормативные акты. Сейчас еще одна тема. Я напомню, что вы смотрите прямой эфир программы «Тема дня». Телефон 3190. Звоните, делитесь своим мнением. Как вы считаете, был ли этот вирус, коронавирус, синтезирован искусственно, специально, в каких-то лабораториях, или он возник сам по себе естественным путем и был передан нам от животных? Делитесь своим мнением по телефону 3190. И вопрос у меня к Оксане. Как вы считаете, вот, знаете, происходит, такое появляется ощущение, что сейчас происходит глобальный передел экономических потоков, экономических связей. Такое впечатление, что в настоящее время формируется некая новая экономическая реальность, некий новый постглобальный мир, в котором будут немножко другие законы действовать. Может быть, власть перейдет корпорациям от государства, государство формально будет государственной структурой руководить, но на самом деле будут включаться некие механизмы, которые будут, по сути дела, диктовать им свою волю. Есть ли у вас такое ощущение? Ну, говорить, конечно, о перспективах очень тяжело, поскольку сегодня мы живем в условиях неопределенности, и не только внутри нашей страны, но и на мировом масштабе, и, наверное, скорее, неопределенность мировой экономики формирует неопределенность и нашей отечественной национальной экономики. Конечно, изменения не будут, потому что рынок, любой рынок, это живой механизм, это некий такой вот живой организм, поэтому изменения, безусловно, будут. Но как будут распределены силы на этом рынке, сказать сложно. Да, сегодня действительно корпорации, крупные корпорации, они стараются все больше и больше подавить отдельные государства, как игроков на мировом рынке. И это проявляется во многих вещах, да, это проявляется и в некой такой дискриминации в плане давления на власть тех государств, куда они приходят, где организуют свой бизнес, где ведут свою деятельность. Поэтому, возможно, эта экспансия, она будет усиляться. Хотя, все-таки, если будет такая тенденция, это не на благо развития отдельных стран и отдельных экономик. То есть это, конечно же, ни в коем случае, как тенденция, не должна иметь положительную динамику. А что касается нашей страны, как вы считаете, вот Россия в этой ситуации, вообще, в принципе, сейчас условно можно было бы разделить мир, но на такие, условно говоря, три пострадавших стороны. Это, наверное, Китай, Европа, ну, Европа, может, с Америкой в данном случае, в экономическом плане, ведь и Россия. Вот где Россия, она относится к числу наиболее пострадавших или к числу наименее перспективных в плане выхода из этой ситуации? Как долго продлится вот эта депрессия? Дело в том, что мы вошли в этот кризис уже, в принципе, в депрессивном состоянии, как мне кажется. У нас очень низкий рост ВВП был, экономики. Его не сравнить с тем, что, с той ситуацией, которая в Китае или в Америке. Поэтому, ну, как получается? Сейчас мы еще помогаем другим странам. Нет ощущения, что тут бит и не бит его везет. Какие прогнозы, как мы будем выходить из этой ситуации? Традиционно, мне кажется. Ну, Оксана подтвердила мою идею о том, что, да, кризис предыдущий еще не кончился, а начался уже следующий. Поэтому надо быть готовым к той ситуации, что кризис будет длительный, во-первых. Во-вторых, конечно, объем рынка будет традиционно падать. Уже сейчас по некоторым проблемам, по некоторым прогнозам мы к концу года увидим минус 3%. Даже за следующую неделю, которая объявлена президентом нерабочей, ВВП упадет как минимум на 1,3-1,5 триллионов. То есть это приличная цифра. При этом американский рынок прогнозирует, что они к нулю будут уходить, а не в минус. То есть он потому, что у них больше всего заразившихся на данных моментах. На мой взгляд, сегодня таких явных победителей среди стран, если мы делим их, практически нет. Во-первых, очень большая нервозность. В-третьих, сегодня очень большие средства уже тратятся и будут тратиться еще большие средства на разработки вакцин, на исследования и так далее. Ведь страны, которые получили достаточно большую проблему, например, та же самая Италия, они реально могут вернуться к системе государственного здравоохранения. Ведь одна из причин того, что сегодня происходит на Апеннинах, это отсутствие государственной системы здравоохранения. Поэтому победивших, на мой взгляд, нет. Может быть, это вызов, с которым мы должны бороться. Может быть, будет глобальный передел мира, о котором вы говорите. Но все это фоторология. Кстати, сегодня Макрон же заявил о том, что есть вероятность распада ЕС. Но это уж будет слишком, конечно, жесткий сценарий. Но, тем не менее, готовиться к достаточно сложной экономической ситуации надо. Тем более, что даже если ситуация с вирусом пойдет на спад, то нефть-то тоже не подорожает сразу. И последствия, которые мы будем ощущать, связанные с проблемами для нашей экономики, для нашего бизнеса, для российских предпринимателей, они ни на год, ни на два. Уже сегодня некоторые отрасли практически под угрозой стопроцентного закрытия предприятий. А какие это отрасли? Кто, в первую очередь, пострадает? Сегодня, то, что можно говорить уже сейчас, конечно, это авиаперевозчики. У них, естественно, самые большие объемы и самые глобальные проблемы. Туристическая отрасль. Следующая – туристическая отрасль. Туристическая отрасль – это не только турагентства, которые отправляют или принимают туристов. Это вся инфраструктура, начиная от гостиничного хозяйства, заканчивая транспортом, ресторанами и так далее. В этой индустрии сегодня сотни тысяч людей, сотни тысяч рабочих мест, которые все реально под угрозой. Сегодня уже стало известно, что до начала лета закрываются туристические объекты. Внутри страны. Да, внутри страны имеется в виду, внутри России. А дальше, возможно, им будет как раз наоборот преимущество, потому что, скорее всего, не скоро откроют любимые Турции, Египты и так далее. И, может быть, поедут как раз на отечественные курсы. Мне кажется, надо учитывать тот факт, что действительно у нас уже на сегодняшний момент, хотя, смотрите, если объективно, в сравнении с другими странами Россия от коронавируса не так сильно пострадала в плане количества заболевших и умерших. Но экономически коронавирус уже нас фактически немножко подбил, немножко уже серьезно подбил. И это отразится на чем? В первую очередь, на нас с вами, как на простых граждан, на нашем уровне реальных доходов. Они сократятся. И кто-то с гарантией, что после 1 июня, после повышения цен на продукты питания и многие другие вещи, у вас просто-напросто останутся средства, чтобы поехать в Крым или в Сочи отдохнуть. То есть, не будет платежеспособного спроса. Конечно, потому что реальные доходы, они сокращаются. Правда, у меня, знаете, Оксана, кажется, что нас подбил больше не коронавирус экономически пока что, а вот этот диспаритет с доллар-рубль. Да, но опять, одна из причин – коронавирус. То есть, тут причина следственной связи есть. И самое, наверное, такое печальное в этой ситуации, когда мы видим, как курс рубля заметно ослабел по отношению к доллару. Вот если мы будем прогнозировать вот это соотношение, то тот самый лучший прогноз – это анализ ретроспективного периода. А ретроспективы что нам показывает? Что в каждом случае, уже исторически зафиксированном росте доллара, он никогда, в принципе, существенно назад не уходил. Поэтому та цифра, которая фиксируется сегодня, навряд ли она будет снижаться. И то, с чем мы умели делать целый год назад, навряд ли будет. Не пугайте граждан. Правда, знаете, интересная тенденция на рынке, что у нас почти никогда недвижимость не уходила вниз. Но, тем не менее, она ушла за прошедшие полтора-два года, а упали цены на недвижимость. То есть, это такой, ну, какой-то нонсенс с точки зрения экономики произошел. Тоже вроде бы, как говорил Черномырин, никогда не было, и вот опять. Поэтому может всякое произойти, но насчет доллара, да, пока нет. Знаете, интересно, какой вопрос. Дело в том, что вот когда началась вот эта, ну, так условно говоря, нефтяная война, мы знаем, что в ней участвовали в том числе две сырьевых в значительной степени державы, в значительной степени сырьевой экономики. Это и Россия, и Саудовская Аравия. Ну, вот парадокс. Крупная, мощная страна, причем у нас более диверсифицированный источник доходов, у нас не только сырьевой. А саудиты, они вообще, в принципе, очень сильно завязаны на нефтянку. Но только у них валюта-то почти не пошатнулась. А рубль очень серьезно утратил позиции. С чем это-то связать? Ну, дело в том, что только привязывать исключительно к нефтяным тенденциям мы тоже не можем, да, поскольку курс любой валюты, любого государства, он определяется не одним каким-то фактором, а целой совокупностью и множеством. Поэтому множество факторов в России, оно не равно множеству факторов в Саудовской Аравии или какой-то иной другой страны, да, другого государства. Поэтому, даже если мы говорим об этих факторах, тут вот наш самый главный на сегодняшний день коронавирус, он по-разному отразился на России, той же Саудовской Аравии, да, ввиду и масштабов самой страны и многих-многих других причин. Все равно непонятно, потому что коронавирус нас пока почти, ну, почти не затронул, что там до страны тысячи человек, это как бы для гигантской... Нет, Дмитрий, ну, тысячи, это не показатель. А что показатель? Затормозились все экономические процессы, это более глобальная ситуация. Они и так-то не были супербыстрыми, да, а сегодня они приостанавливаются очень в геометрической прогрессии. То есть, в Саудовской Аравии они не затормозились. Я не знаю, что происходит в Саудовской Аравии. Я сейчас просто говорю, что вот я сейчас говорил про вот этот узкий конфликт, снижение, резкое падение барреля там ниже, там, тридцатки, оно нас, по сути дела, подкосило. Рубль-то все-таки в большей степени подкосило, потому что сразу после вот этого конфликта рубль посыпался. У Саудитов валюта не посыпалась, у них все нормально, ничего не случилось. Ну, опять, причины ослабления рубля тоже разные, да. Воспомним тут же 2014 год, да, когда присоединение Крыма дало также падение нашей национальной валюты. Ну, не присоединение, а санкции, которые последовали. Последовали, да. То есть, причина была по факту, что присоединение Крыму, за которым последовались санкции, и как следствие изменение курса валют. В любом случае, надо, чтобы была выстроена сегодня очень понятная и грамотная поддержка экономики. Причем всех отраслей, не только тех, которые мы сказали, не только туристической и авиаотрасли, но все отрасли будут задеты этой ситуацией экономического кризиса. Поэтому государство должно мотивировать даже не развитие этих отраслей, а поддерживать некую стабильность в них. Для того, чтобы, как декларируется, уже обеспечить доходы граждан хотя бы на том же уровне и так далее, и так далее, и так далее. Мы обязательно вот эту тему во второй части нашей программы разовьем, потому что действительно это самое главное. Сейчас мы, в общем-то, говорим о причинно-следственных связях, а потом мы будем говорить о том, что делать в этой ситуации. А делать нужно будет очень много. И действительно, здесь роль государства, ну, пожалуй, она на первой позиции выходит. Об этом говорил, кстати, недавно известный российский миллиардер, хозяин этого Крокуса, который действительно во главу угла здесь ставит меры государственного реагирования. Но сейчас я еще хотел спросить, прежде чем мы к этой теме перейдем, поговорить о том, что действительно, ну, некоторые даже говорят, что у нас в стране вернутся так называемые 90-е. Вот кто из нашей аудитории застал эти годы, те представляют, о чем идет речь, когда был тотальный дефицит, тотальное спадение спроса из-за неплатежеспособности населения, девальвация валюты национальной была. Вот все вот эти события могут, ну, вернуться. И по оценке экспертов Российской торгово-промышленной палаты, как раз из-за такого вынужденного простоя, который сейчас уходит и мировая экономика, и наша, будет сокращено около 3 миллионов предприятий. Практически они обанкротятся, это в мире, я говорю. А всего под угрозу увольнения окажется, ну, без малого 9 миллионов человек. Это достаточно серьезные такие цифры. И как вы прогнозируете, все-таки, кто, какая страна больше от этого пострадает? Где больше будет сокращение, в российской экономике или в экономике европейской? Вы знаете, это очень сложный вопрос, поскольку неких правил и закономерностей вот в этом вопросе нет. Вот, наверное, тут вот можно как ответить на этот вопрос? Посмотреть на будущее, да, вот наше будущее, именно с позиции развитости современных технологий при осуществлении трудовой деятельности. Те страны, которые были там автоматизированы, информатизированы, возможно, у них там будет большее сокращение рабочей силы, да, нежели чем в тех странах, где вот эта информатизация меньше затронула отрасли экономики. Вот, я думаю, что, наверное, вот здесь мы можем рассматривать в этой плоскости. В связи с этим еще один вопрос, тоже интересный. Дело в том, что сейчас у нас появилась, ну, впервые вот с такой динамикой новая реальность, это работа, ну, так называемая, по удаленке, просто говоря. Вообще, это, конечно, ну, работа уже в виртуальном пространстве. Ну, удаленка, всем понятен эта дефиниция, термин этот, да. Вот в связи с этим, это очень массовое явление сейчас приобретает, характер очень массовый. Как считаете, вот, Вадим Варисович, работа по удаленке, может ли она потом стать вот таким трендом, который сохранится после эпидемии коронавируса? И здесь двоякая ситуация. С одной стороны, экономика выигрывает, потому что сокращаются издержки на рабочее, не надо рабочее место держать, можно меньше платить сотруднику, но, с другой стороны, это эффективно для самой экономики. То есть, в таком случае, ну, предприниматель, хозяин бизнеса, он выигрывает. Насчет того, что можно меньше платить сотруднику, я бы поспорил, потому что человек вряд ли уйдет даже на удаленку, если у него будет зарплата уменьшаться в связи с этим. Хорошо, если у него есть выбор. Выбор всегда есть. У нас только в Тверской области 13 тысяч вакансий, поэтому глобальная ситуация, когда сегодня кадровый дефицит, а завтра будет кадровый профицит, я думаю, не будет. Вот, опять же, в связи с... Тут еще компетенции важны. Я знаю, что у нас врачи, но недалеко не все могут работать с врачами, например, да? Если кто-то сократится в сфере, там, услуг, кто-то в банно-брачном хозяйстве работал, как он будет работать хирургом. Нет, мы не говорим о таких диаметрально противоположных профессиях, но, тем не менее, сегодня достаточно понятная история с повышением квалификации, с перепрофилированием и тому подобными вещами. Из-за вот такого массового перехода сотрудников, работников на удаленку, причем этот процесс еще в начале, только он еще будет нарастать, проиграет или выиграет от этого экономика? Вот, Вадим Борисович, закончите вот эту мысль. Процесс перехода на удаленную работу, он же был уже до коронавируса, как известно. Но это касается строго определенных профессий. Сейчас резкий импульс это придало. Безусловно, сейчас импульс есть, но, тем не менее, анализ пока еще не готов. Насколько это эффективно произошло? Произошло это вынужденно, как вы понимаете. А насколько был эффект? Может быть, эффект в качестве трудовой дисциплины, производительности труда, он стремится к нулю. Люди занимались чем-то, а в результате ничего не получилось. Такое ведь тоже возможно. И после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, мы увидим обратный отток, когда граждане все вернутся на свои рабочие места и будут жить в более-менее понятном режиме. И, скорее всего, будет именно так. Но, опять же, отдельные профессии, безусловно, они трансформируются, они движутся в этом направлении. Да, есть тренд, когда человек может быть более свободен, более мобилен и дистанционно выполнять свою работу. И получать за нее достойные деньги, которые позволяют ему жить в несколько другой ситуации. Но, опять же, это не завтра. Это произойдет не завтра, это месяцы, а может быть, даже годы, особенно для России. Ну, и кроме того, надо сказать, что есть масса профессий, где на удаленку не перейти вовсе. Столивар или машинист-экскаватор, как он перейдет на удаленку? Да, стоматолог, например. Стоматолог, да. Кстати говоря, телемедицина есть, поэтому... Ну, экскаваторщик вряд ли сможет. Это еще до таких у нас технологий не дошли. Не дошли, да, это еще далекое будущее. Чтобы он лежа на диване, управлял экскаватором. Ну, хотя, может быть, есть повод задуматься над этим, поработать над этим. Здесь вот еще такой вопрос, наверное, чтобы закончить первую часть нашей темы. Я хочу сказать, что переход на удаленку – это одна часть вопроса, касающаяся кадров трудовых. Вторая часть вопроса – это из-за тех запретительных мер жестких, обоснованных, да, в связи с ограничением въезда иностранцев, выезда и так далее, станет вопрос о том, что у нас значительную часть рынка занимают трудовые ресурсы, мигранты, да, трудовые мигранты. Вот как вы прогнозируете дальше? Нам, видимо, придется от сотен тысяч этих услуг, этих людей отказываться, потому что будет, явно будет ограничен въезд из сопредельных государств. Это как отразится на экономике? Это хорошо или плохо? Ну, дело в том, что сейчас-то, конечно, на данный момент мы зафиксировали определенное количество иностранцев, как рабочие силы. Взяли в плен. Насколько в перспективе это может поменять, мы не знаем, да? Все зависит от того, как будет распространяться эта болезнь и насколько она будет действительно масштабна в будущем. Какие-то эксперты говорят, что, возможно, такая ситуация, что с наступлением более теплого летнего периода, как и иной вирус, гриппа, он просто-напросто свою активность снизит и, соответственно, эпидемия также будет сокращаться и уже в перспективе не будет представлять опасности. Поэтому тут еще и динамика самого вируса будет также влиять на объем рабочей силы, которая будет к нам приезжать из других стран. Но говорить о том, что она будет сокращаться или увеличиваться, наверное, все-таки она будет на продолжительный период времени фиксирована. По предыдущим годам, можно сказать, что в апреле уже начиналась трудовая миграция. То есть этот процесс приезда граждан из соседних республик бывшего Советского Союза, он стартовал именно в этот период. Конец марта, начало апреля. Начинался сезон строительный. А где работают в основном эти коллеги, это как раз строительная отрасль, дорожная и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня действует запрет. Соответственно, большая часть мигрантов не приехала и не приедет в апреле. Соответственно, мы реально понимаем, что ситуация с экономикой будет еще хуже, потому что трудовых рук на такое направление, как дорожное строительство, подсобные рабочие, чернорабочие настройки, маляры, штукатуры и так далее, его будет катастрофически не хватать. Соответственно, вот эти минус 3% ВВП, которые я назвал вначале, они были рассчитаны, в том числе, исходя из того, что часть трудоспособно-активных мигрантов, которые традиционно приезжали весной в Россию, они сюда не приедут. А вот как скажется коронавирус, Ваш прогноз, на каких-то профессиях? Может, какие-то исчезнут профессии, какие-то новые появятся после коронавируса? Будет ли изменения в этом? На мой взгляд, что коронавирус и система удаленной работы, это некий такой тестовый режим, наверное, для всех профессий, потому что сегодня мы тотально в России на какой-то период, на неограниченный срок, перешли именно на такую форму работы. И я думаю, что в каждой профессии это будет действительно какой-то опыт, и действительно он может быть положительный, может быть и неположительный. Однозначно, на мой взгляд, что вот в этот период переходный, ну сколько он продлится, мы тоже не можем прогнозировать. Кстати, это вопрос, сколько он продлится. Да, сколько продлится, мы не знаем, но все равно однозначно производительность труда, в общем и целом, она будет меньше, чем если бы люди приходили, как обычно, и трудились. Но, возможно, какие-то профессии, они действительно отработают свои навыки дистанционно, и это понравится и работнику, и работодателю, и, может быть, какое-то согласие они найдут. Но это, опять-таки, не думаешь, что это будет 50% профессии, 50% работы, наоборот, это будет меньше. Вот кто, по сути, до этого работал дистанционно? Айтишники, так называемые, кто работает с написанием программ, то есть с компьютерами, им, в принципе, не обязательно привязка к конкретному офису, к конкретному месту. А вот даже если мы говорим о простых офисах, организациях, даже банках, хотя сегодня эта система очень информатизирована, но это такой поток информации, который взаимосвязан между собой. И когда ты находишься удаленно работой, ты как бы обособлен от этой организации. И какой-то, может быть, части информации будет не хватать, и ее можно взять именно только находясь непосредственно в офисе, в взаимодействии с коллегами, с какими-то лицами, которые эту информацию обладают. Поэтому мне кажется, что этот период, это действительно будет такой хороший тестовый режим для тех профессий, которые смогут продолжать свое существование в рамках дистанционного формата, и отсеются те профессии, которые однозначно нужно реализовывать в реальной жизни и в реальном времени. Скажите, Оксана, вот сейчас массово идет переориентация образовательной системы на удаленку, да? То есть многие школы переходят на удаленку, сейчас преподаватели. Вы даже у меня вчера ребенка уже разослали, есть ли у вас дома компьютер, может ли. Вот вы, как человек, который работающий в системе образования, как вы считаете, какие здесь плюсы и минусы? Вы знаете, вообще дистанционная форма, даже не дистанционная форма, а именно вот работа в электронной образовательной среде, это то, с чем мы уже давно имеем дело, да, как и высшие учебные заведения, так и, в общем-то, школы общеобразовательные. Сегодня мы на 100% перешли, да, на такую форму взаимодействия с нашими студентами. Я могу сказать, что это очень тяжело, да, это непросто. И, с одной стороны, это выход, да, в сложившейся ситуации. Мы имеем определенную связь со студентами, мы находимся в постоянном контакте. Но все-таки, если мы говорим об эффективной форме обучения, неважно, в школе или в УЗе, никто не заменит живого общения. Да, мы можем онлайн-лекцию прочитать, мы можем, переписываясь, какие-то давать задания, да, получить обратную связь. Но все-таки, даже если мы говорим об онлайн-лекции, возможности пояснить какие-то сложные моменты крайне тяжело. Надо не забывать еще о невербальной коммуникации, которая присутствует. Вот когда ты приходишь в аудиторию, ты видишь все глаза-глаза, и по не таким вот невербальным признакам ты понимаешь, кто что понял, кто что не понял. Когда перед тобой экран монитора, вот эта невербальная коммуникация, она, конечно же, сведена к минимуму. Поэтому образователь... Сидишь в кресле с Кока-Колой и так далее, это всегда расхолаживает, да? Расхолаживает, да. То есть здесь вот в плане контроля за обучающимся, он однозначно ослаблен. А он должен быть и живое общение, это максимально эффективный способ обучения. Вы согласитесь с этим, Валерий Иванович? Я бы хотел заострить даже несколько на другом. Мне кажется, что должно по результатам этой проблемной ситуации произойти некое переосмысление отношения к определенным профессиям. Я имею в виду, прежде всего, врачей. Вот когда сегодня возникла жесткая ситуация с пандемией, так скажем, во всем мире меняется отношение к врачам. В какую сторону, как меняется? Итальянцы ходят, аплодируют по улицам. Вы сегодня показывали эти кадры. Нашим врачам. В том числе, нашим военным специалистам, иммунологам. Во-первых, возрастает роль, значение этих специалистов в жизни человека. Когда все хорошо, замечают проблемы в здравоохранении только те люди, которые туда обращаются. А их чаще всего меньше. Но мы поговорили о том, что в здравоохранении вот это плохо, первичное медицинское звено там страдает и так далее. Но это не глобально. Когда эпидемия, что мы сейчас наблюдаем, глобально все. Начиная от отсутствия ЭВЛ в больнице и заканчивая от отсутствия медсестры. Я даже не знаю, что важнее. Поэтому, во-первых, отношение к этой профессии должно поменяться. Врач – это должен быть человек, который не просто хорошо зарабатывает, но которого уважают. Но в то же время он является, да, я хотел закончить, что он должен являться компетентным профессионалом. Специалистом своего дела, который в любую минуту может не просто тебе поставить диагноз, но вылечить тебя в том числе. И сегодня, мне кажется, что тренд как раз в эту сторону, и тренд достаточно позитивный во всем мире, в том числе и в нашей стране. И я надеюсь, что по результатам, после того, как закончится пандемия, мы получим новые отношения к этой когорте профессионалов. И формирование нового взгляда на образование медицинское и на последующую работу врача и месте его в обществе. Я уловил у вас очень важную фразу, когда закончится пандемия, когда она закончится, когда начнется восстановление экономики. Вот есть такой прогноз, что в мае уже пойдет на спад, ну, общая мировая пандемия. Понятно, что в каких-то странах там мелких она, что как бы Европа, Америка переболеют. Нас, будем надеяться, серьезно не затронет вообще Китай, будем считать, что уже в значительной степени справился. Как вы считаете, когда ваш прогноз? Ну, мы не медики, не специалисты в этой области, мы только можем ориентироваться на прогнозы, которые есть, а их огромное количество. И вот действительно, все прогнозы, которые я видела по этому поводу, кто-то говорит, придет пик на середину июня, кто-то говорит, что там в сентябре уже все закончится. То есть очень разная информация, но никто не дает, слава тебе, Господи, долгосрочные прогнозы завершения пандемии. То есть все прогнозы, они укладываются в рамки вот где-то года, да, примерно года. Это, конечно же, радует, ну, по крайней мере, те прогнозы, которые я видела. Тут, на самом деле, мне кажется, действительно зависит все от того, как будет поведет себя вирус, да. Врачи и специалисты в этой области действительно надеются на то, что благоприятные климатические условия позволят сократить распространение пандемии. Но действительно ли такой прогноз реализуется или нет, только покажет время. Вообще, что-то довольно странный прогноз, что от тепла этот вирус погибнет. Как-то странно, мы видим, что в теплых странах, по-моему, более активен. В Антарктиде его нет вообще, это единственное, да. Ну, там и людей особо нету, поэтому, поэтому распространяться негде. Все-таки в теплых странах обычно больше всяких инфекций, эпидемий и так далее. Тем не менее, вот в Индии, например, сейчас нет же такого резкого скачка. Ну, нет, но там серьезные меры сейчас. Дело в том, что там очень плохой учет еще идет. Там огромное количество людей живет, они даже не могут собственную численность населения точно сказать. Они говорят, возможно, у нас больше, чем китайцы, просто мы не посчитали еще. Еще, знаете, такой вот есть вопрос. Вот смотрите, немножко разная реакция на кризис. Вот если мы возьмем самый недавний, который, как вы сказали, не закончился, 2014 года. Помните, как отреагировало население? Все потащили огромные телевизоры, пылесосы и так далее из магазина. Теперь потащили мешки с гречкой, туалетной бумагой. Кстати, не только у нас. Вот у меня знакомая в Австралии, она живет в Канберри. Вот она буквально, мы с ней посозваниваемся ежедневно. Она говорит, то же самое, нету. Ну, у них там нет Russian porridge, этой гречки, у них там какая-то другая крупа, но ничего нет. И туалетной бумаги тоже нет. И в Германии тоже самое, торты пекут в виду туалетной бумаги. Почему так население отреагирует? Что не на что покупать, но почему тогда в Германии тоже туалетную бумагу смели? Почему не телевизор тащат сейчас из магазинов? Ну, наверное, это просто ситуация немножечко иная. Это тренд, новый тренд. Знаете, почему тренд? Если говорить о 2014 годе, то там все-таки это было более-менее локально и затрагивало только Российскую Федерацию. Сейчас кризис распространился на мировое пространство. И возможно, что на каком-то коллективном бессознательном у нас, у нашего населения это ассоциируется с войной. Почему? Потому что люди ведут себя так, как вели люди во время войны, военных действий. То есть закупают все такие продукты необходимые, которые позволят им выжить. То есть если в 2014 году закупали товары, которые обеспечивают комфорт жизни, по сути дела, телевизоры, холодильники по пять штук. Это вложение денег. Да, вложение денег. Думали, что они на этом еще и заработают. То теперь вот эта планка, она снизилась до уровня удовлетворения совершенно элементарных потребностей. То есть не доживы, быть бы живу теперь в этом ростах. То есть эта ситуация, мне кажется, на уровне бессознательного рассматривается как военные действия. А кстати говоря, военные действия. Многие сейчас говорят, что это самое сильное мировое потрясение со времен Великой Отечественной войны. Мировой войны. Как вы считаете, это действительно так? Или сейчас мы переоцениваем все-таки эту угрозу, завышаем? Мне кажется, надо будет делать выводы после того, как все это закончится, чтобы оценить масштаб бедствия уже по факту. Сейчас никто не спрогнозирует, как все это развивается, потому что это идет по нарастающей. Пока даже пик не пройден. Нигде. Мне кажется, даже и Китай не говорит о том, что не пройден пик. Да, конечно, повторные уже идут. Поэтому ситуация, пока не найдена будет вакцина и не стабилизируется эта ситуация, мне кажется, даже оценить ее сложно будет. Ну, здесь соглашусь. Сейчас 20 видов вакцин в разработке, 6 из них разрабатывают наши, отечественные специалисты. У нас неплохие есть эти перспективы, несмотря на то, что бюджет гораздо более тощий, чем, например, в той же Америке, где активно разрабатывают вакцину. Тем не менее, мы первые раскрыли код этого вируса. То есть, сильная наша научная база, это вселяет надежду. Мы надеемся, что это поможет и нам, и всему миру. А теперь хотел бы все-таки перейти к тому, о чем мы обещали говорить. Все-таки, когда-то коронавирус кончится, я надеюсь, что с минимальными жертвами это удастся обойтись. Но дальше у нас станет вопрос, как дальше жить, потому что экономика будет очень сильно потрепана. Конечно, это уже видно сейчас, как будет, ну, больше всего нас волнует наша отечественная экономика. И сейчас мы видим, с чем сталкиваются компании. Вот даже то, что объявлены вот эти вот выходные недели, так называемые, да, то, ну, это понятно, что это будут издержки, которые, ну, в сотнях миллионах будут исчисляться в масштабах страны, которые... Триллионы. Триллионы, триллионы. Это колоссальные совершенно цифры. Любая компания сталкивается с тем, что первый расход – это зарплата, и чем они ее будут выплачивать, а если не будет уголовной ответственности, тоже вопрос, потому что если человек не производит, там, я не знаю, кто-то там делает, например, велосипеды, если он их не произвел, положенные ему за неделю там 100 тысяч штук, то с чего он будет выплачивать зарплату? Первый вопрос. Вторая статья расходов – это коммунальные платежи у любой компании, никто их пока не приостанавливал, они продолжаются. Платежи в бюджет идут обязательно, и проценты по кредитам, потому что мы знаем, что многие мелкие и средние компании у нас, конечно, живут на заемные средства. В связи с этим возникает вопрос, вот что предлагается, мы знаем, что буквально вот самая свежая информация, мы с Владимиром Борисовичем буквально накануне уже в нерабочее время дистанционно общались, как это сейчас полагается, по удаленке, да, и вот буквально самые свежие поступили предложения от общероссийской общественной организации «Деловая Россия» перечень мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот, в частности, в сфере налогов, что предлагается сделать? Если мы даже сейчас будем перечислять все эти меры, их просто огромное количество. Основные. Ну, основная идея – это минимизировать последствия и помочь организациям всех направлений сохранить свой бизнес. То есть не допустить банкротства, потому что если мы допустим банкротство компании в течение этого периода, то это же как карточный домик, это повлияет за собой, повлечет за собой безработицу, ухудшение социального климата, потребительские активности и так далее, и так далее. Но нам нужно предложить максимальные меры для того, чтобы правительство определило возможное снижение. Ну, конечно, это то, что уже сейчас делается, то, что было предложено по снижению социальных выплат. Социального выплат социального страхования. Причем, по налогам, вот, меня интересует. То есть освободить, я знаю, что освобождение собственников, объектов недвижимого имущества, крупные центры, торговые центры от налогов – это реальная мера? Вы думаете, на это пойдут? Мы предлагаем, а пойти или не пойти, это будет решать правительство. Но то, что, например, сегодня задекларировано, как я сказал, о уменьшении выплат социального страхования, это хорошо. Но это не должно быть на месяц. Это не должно быть. Вот мы до 1 мая прекращаем там выплаты. Не произойдет чуда. 1 мая наступит, и все у нас будет хорошо. Не будет. Это должен быть период 4-6 месяцев. Нагод предложили по НВД, я знаю, да? Да. Очень короткая пауза сейчас, и мы будем уже финализировать. Самое главное, будем в финальной части подводить итоги нашей программы. Я напоминаю, что эта программа – тема дня. В студии Дмитрий Нечаев и уважаемые эксперты Вадим Борисович Рыбачук и Оксана Толкаченко. Мы сейчас обсуждаем последствия, возможные последствия от экономического кризиса и вызванного в том числе и коронавирусом. И вот мы стали говорить о том, чем непосредственно сейчас можно помочь предпринимателям, чтобы минимизировать экономические сдержки, экономический ущерб. И стали говорить о тех мерах, которые предложила деловая Россия, общероссийская организация. И вот знаете, вчера была встреча с президентом предпринимателей, где в том числе он декларировал эти меры поддержки. Встал один из предпринимателей и сказал, что нам главное продлить мораторий на фискальные проверки. Что можно предложить в сфере налогообложения, взимания этих платежей? Можно ли какие-то меры здесь, насколько это актуально по налогообложению? По проверкам или по налогам? И проверки, и налоги. То есть, вот эти два момента, у которых что? Проверки, безусловно, сейчас даже не актуальны, на мой взгляд. Конечно, они будут продолжены только по заявлениям граждан, если будет какая-то угроза опасности для жизни или здоровью граждан. Это на то, собственно, и есть контрольные надзорные органы, чтобы они реагировали на это. Но традиционные проверки, типа камеральных налогов, они, по-моему, даже уже сейчас отменены. Естественно, никто к ним в этот период, как к методу взимания дополнительных платежей в бюджет, возвращаться, на мой взгляд, не будет. Здесь более важно, чтобы правительство отреагировало и не только декларативным способом, а приняло законные и подзаконные акты нормативные, которые бы всем дали понять, что вот для твоей отрасли или для твоего предприятия ты можешь не платить такие налоги, вот такие меры поддержки, для этой отрасли такие, для всех отраслей, для всей экономики вот такие. То есть, чтобы было четкое понимание и люди не волновались. Потому что мы же не предпринимателям, в конце концов, помогаем. Государство не предпринимателям помогает. Это в итоге гражданам, которые работают на этих предприятиях. И национальный фонд или фонд национального благосостояния, он именно для этого, а не для чего другого? Для того, чтобы сохранить стабильность, сохранить население, в конце концов, или на том же уровне сохранить возможность качества жизни, потребления услуг, продуктов. И для этого, на мой взгляд, будут хороши все средства. То есть, начиная от выдачи кредитов предпринимателям на выплату зарплаты под 0%, и заканчивая тем, что можно на некоторое время НДС отменить. Это тоже нормальный вариант. Причем некоторые государства пошли по этому пути. Пошли, у тех, у кого есть ресурсы. Оксана, а как считается, действительно, что касается субсидирования, кредитования, ну и банки, это же тоже бизнес. Получается, что они должны заплатить за эту услугу, что они отменят проценты с кредитов? Безусловно, да. Тут есть составляющая. Второе, что в этой системе у нас еще и финансовый сектор задействован. А банки, как мы понимаем, они в основе свои коммерческие. А мы помним, что в прошлый кризис они все прибежали и попросили их поддержать. Вы знаете, здесь, наверное, еще было бы неплохо, хотя, наверное, такая идеальная ситуация. Все-таки мы понимаем, что проблема с падением нашей экономики – это от мирового пространства. И на сегодня, ну и по крайней мере на ближайшее будущее, когда мы выйдем из этого неблагоприятного состояния, отмена санкций. То есть нужно еще понимать, что внутри страны, да, есть определенные меры, которые можно реализовывать. Но все-таки в условиях глобализации мировой экономики нужно еще и помнить о том, что мы можем выходить из проблем внутри страны с помощью других. А мы находимся уже давно под санкциями. И очень хотелось бы, чтобы вот эта ситуация, под которую попали все мы, все человечество, действительно привело бы к тому, чтобы на какой-то период страны Америки и Евросоюза все-таки оказали и нам бы только экономическую помощь. Это та ситуация, когда, как говорится, на бога надейся и сам не плашай. Совершенно верно, что сейчас на первую роль выходят меры господдержки. Но помните, что судьба вас и ваших близких как никогда в ваших руках. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Тема дня». Всего доброго. Не болейте. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова